Приветствую всех зрителей моего канала. С вами снова Алекс и это канал GameStories. Мы продолжаем проходить Ведьмак 3 и на этот раз у нас интересное достаточно задание в волчьей шкуре. Я думаю, если вы находитесь или проходите это задание, то скорее всего уже прибыли в рощу, в которую собственно мы и будем искать этого Моркворга. Соответственно найти вы можете его двумя способами, а точнее добыть это задание. Первое это либо пройти миссию безымянной, которую вы в любом случае будете проходить по сюжетной линии и которая к тому же есть на нашем канале уже. Ну и второй момент это просто найти на доске объявление, но скорее всего это очень редкий случай, потому что мало кто на него натыкается. Ну а сейчас нам после же миссии прохождения безымянной необходимо найти Моркворга и решить, что с ним сделать. Давайте все-таки поищем, где он может быть на самом деле. Потому что до этого я уже его находил, но честно говоря уже даже позабыл. Ага, видим ключи и нам нужен естественно ключ. Следы когтей. Трус захлопнул дверь у Моркворга перед носом. Ну что ж, вернемся назад тогда к нашей точке, где мы уже немного перестроили основную схему. Так. Хм, может быть тут можно сломать? Нет, просто забито все. Если не знаете как пройти именно сквозь вот эти вороты, как открыть, обязательно смотрите на нашем канале прохождения миссии безымянной, потому что там мы делаем то же самое. Так, ну что ж, вот здесь вот мы нашли труса. Последний раз. И поэтому нам стоит отправиться на пещеру Моркворга. Так, видимо нам внутрь. Вроде бы я не слышу ничего подозрительного. Ага. Кто тут? Отлично, ключ от ручи Фрейн. Никаких следов насилия. Наверное она умерла от голода. Довольно давно. Должно быть она спряталась, когда Моркворг напал на рощу. Какой-то ключ. Может пригодится. Так, ну и скорее всего ключ нас ведет в наше основное здание, возможно. Теперь мы можем войти в хату. Хотя, наверное, мы и до этого могли. Так, нужен ключ. Так, а видимо тут уже другой ключ нужен. Странно. Следы когтей. Так, ну мы с вами это хотим. Минуточку, минуточку, минуточку. Видно, Моркворг так просто не сдается. Минуточку, минуточку. Минуточку, минуточку. Так, а вот интересная пещера. Ключ, раму, сука. Где ключ? Все, все мое. В общем доме. Ящик. Но ключ, где ключ? Да. Молчи. У кого-то явно крыша поехала. Ворюга. Бандит. Сукин сын. Никчемный ублюдок. Я найду ключ. Без тебя. Баран. Дурная башка. Так, а вот тут интересно. Делаем бой более интересным. Для этого повысим уровень противников до нашего состояния. Так, а где мой меч вообще? Я не пойму. Делаем масло сразу. Так, я даже не подготовился к бою. Так, секундочку. Он же не трупояд. Это отлично. Так, я так и не знаю. А то я не знаю, как он может обоracать. Ну а то, я нахожу к бою. А вот масло вроде пробудет. Отлично. Отлично. Ты вкусный. Да что ж такое-то. ты еще килиться будешь значит решил поговорить только теперь могу такое проклятье заставляет кусать царапать рвать пока не свалюсь у тебя есть время а пока из меня вытечет кровь и я вернусь слушай слушай внимательно если мы просто сейчас сделаем прикончить его это ни о чем и даст основу появится не весело быть поэтому давайте послушаем что нам предложили самое дурное и не то что я не могу выйти из рощи только голод все что я сжираю превращается в пепел я не ем и не пью но я сука еще живу с голоду я себя грызу на любой кусок жарит как горящий смола вечный голод классическое проклятие это объясняет почему трупы остались нетронутыми думай и сделай что-нибудь иначе я вернусь и разорву слишком ты дохлый для волкалака ну что ж можно посмотреть что сделать либо сказать что на это не рассчитывал мы посмотрим что можно сделать вообще несколько способов которых я сейчас расскажу смотри и сделай всем будет лучше соответственно у нас есть вариант сразу же который мы можем применить это накормить моркворга кормить моркорга он у вас появится именно если у вас уже есть плоть и вы выполнили миссию безымянной поэтому если вы его накормите то автоматически моркворг умрет при этом не превратить превратившись обратно в человека ну а давайте послушаем что он может еще предложить говорила награде награбил все кроме одного настоящие сокровище спрятал и отдам только расколдует если мы сейчас прикончим он естественно просто появится поэтому мы говорим прощай давай валяй до встречи скорой ну вот собственно он пропал и до скорой встречи мы можем забрать естественно мясо волкалака который потом можем использовать также для того чтобы снять с него проклятие и убить его в той форме как я сейчас сказал вот ну а нам также идеальный друг не перебивает не умничает так что есть полиморфия ничего особого интересного нет так нам можно попробовать найти ключ вообще вполне возможно ключ как раз таки мы частичные нашли он снизу тянет похоже там пещера пещера отлично ты хоть что-то так теперь нам необходимо открыть немножко по-другому этот вот проход с мы это все поменяем так получается нам нужно открыть вот эту вот правую сторону так это немного не то теперь вот это должно открыться да что ж такое то супер ну и погнали посмотрим что у нас за пещера куда это все свалилось включат замка и дополнительно пару рецептиков интересных в крайней мере теперь у нас есть два ключа от самого входа и от самая хата я так понимаю посмотрим что у нас там теперь внутри есть отличный масло противограф неплохо книги думаю здесь уже что-то будет более интересное ага дневник морфорда пёздор мудрый доказал что не заслуживает своего прозвища он заплатил мне чтобы я не нападал на его деревню и довольный собой распустил стражу никогда еще работа не была такой простой мужиков не перерезали во сне а баб не блид рассвета добычи много не взяли но забава вышла отличная когда мы отплыли до ран века послышался крик совы плохой знак я приказал вернуться на берег пукки посмеялся мол я такой храбрый а богов спугался я отправил его за борт с ножом между ребер но по глазам парня я вижу что теряю уважение надо будет показать у кого на этом корабле самые большие яйца чтобы надолго выпить из них дурь из башки визитки на хиндер след удался жрицы перебиты статуи на земле книги сожгли бочки с медом откупорили делили серебро я взял жертвенники но рулит сын андлейка низкие ложки он сын гудруда взял подсвечники украшения а тордер сын эйнара отказался от своей доли от гнева фрей боится нам больше достанется за отправляемся на спикерок посмотрим чего чишки привезли на рынок ну что ж мы нашли дополнительную информацию теперь немного больше знаем о нашем морфорге и нам остается только отправиться тогда к тордеру узнать все уже более подробно посмотрим что такого интересного он нам сможет рассказать чего мы еще не знаем собственно вот здесь вот начинается основная развилка того как мы можем поступить первый момент мы сейчас узнаем все детали от ордера и разузнаем как именно можем расколдовать волкалака можем его убить если нам сейчас что то не понравится ну тогда мы не узнаем никаких деталей по тому как его расколдовать и останется только накормить мясом нашему моркваргам поэтому если не хотите такого обязательно действуйте лояльно ну так и значит пироги ну спрашивай во имя фрей ты видел как морковь напал на рощу говорят только ты и выжил верно чудом только спасся видать в тот день великая мать хранила меня а значит на жрицей было наплевать выходит что так моркварг связал их а потом перерезал им глотки как жертвенным лошадям и хохотал понимаешь он хохотал но верховная жрица ульве прокляла его с последним вздохом ты о звере так останься же зверем навечно святая женщина лжец лжец что клянусь великой матерью не строй себя святошу я знаю что ты был в дружине моркварга как так а ты ум в одном только ошибся это вот моя команда крепкие парни вооружены до зубов сейчас я тебя с ними познакомлю ну вот собственно тот момент который влияет на развитие вы если вы скажете будут раз встречи начнется драка и вам останется моркварга только накормить мясом но здесь вы можете сказать что нам незачем сражаться и узнать секрет это и не судить тебя пришел тогда зачем расспрашиваешь а было я должен знать что на самом деле произошло в рощи хочу снять проклятие с моркварга на кой хрен пускай сукин сын мучается драгнарёка еще день после такая у меня работа так и я себе говорил пока моркварг не приказал идти к хиндерсфия я во многих налетах бывал убивал женщин детей всех кто подвернется но шрицы это слишком даже для меня когда все закончилось и моркварг пьянствовал с остальными я вытащил вот это волчий клык покрытый рунами он мне от отца достался тот был годи в нашей деревне он сказал что того кого этим клыком порежешь ждет судьба хуже смерти ну так и вышло твой папенька объяснил как снять проклятие надо просто отдать клык проклятым но ты его не получишь этот сукин сын будет мучиться жрицы очень хотят вернуть свою рощу мне кажется ты перед ними в долгу а? ладно бери а взамен я никому не скажу о твоем прошлом даю слово если ты что разболтаешь я просто найду тебя и убью но это мы еще посмотрим когда моркварк снова превратится в человека не дай ему уйти чего бы это не стоило ну да есть у меня некоторый план который мы возможно можем реализовать но об этом чуть позже давайте дальше то что у нас осталось два варианта то есть либо расколдовать моркварга и убить либо расколдовать моркварга и отпустить какой выберете вы решать вам я уже для себя определил так ну посмотрим где он там тусик теперь так мы будем делать так 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 Ой, ерден Куда мне еще взялся Ой, хорошо Давай, давай, гори Ну вот, все сначала Ты можешь покончить с этим Расколдуй меня Ну давай, дадим ему клык Вот, наденька Мне клыков хватает Не умничай, делай, что говорю Я свободен Такой шелухоник Наконец-то Где здесь таверна? Я съем Зажаренную на вертеле свинью Нет, быка И запью Бочонка Мэля И айда в море Меня уже забыли Ну так я им, сука, напомню Так напомню Что в Новиграде дым будет видно Ну давай, сначала награда Ну попутного ветра Но сперва награда Верно Я и запамятовал Бывает И очень часто Успокойся Я свое слово держу Слушай Езжай в Новиград Там найдешь ростовщика Он в обрезках сидит Передашь ему привет от Моркворга И увидишь мою щедрость Ну все, бывай Море зовет Да? Ты так думаешь? А я так не думаю Ха-ха Таким образом мы получаем награду И у заказчика И у Новиграда Давай, Моркворк О, ты умрешь мучительно Это тебе за всех Ха-ха Ну вот, собственно, и вам, пожалуйста Двойная награда Забираем теперь ее у заказчицы И получаем награду Ростовщика в Новиграде Думаю, это самый оптимальный выбор Того, как может сложиться ситуация И мы в плюсе И те в плюсе Мы знаем все секреты И получим двойную награду Поэтому советую придерживаться Именно такого плана И Будет вам счастье Что-то какой-то не тугасен Так, а тут, в принципе, недалеко Можно даже прийти и от фреи начать Но пошло Ты что даришь? Любовь Я знаю Здравствуй В чем дело? У меня есть еще пара вопросов о Моркварде Я пришел за наградой И ты уверен, что? Моркварг мертв? Даю слово Если нет, верну деньги Я поверю твоему слову, ведьмак Так, и здесь мы получаем 85 крон Ну Спорно, конечно Стоит оно того или нет Но Почему бы нет Ведьмак сделал свое дело И получил награду Не такую, как, конечно, можно было бы Но Мы хотя бы очистили рощу Это уже что-то стоит Как минимум А вот посмотрим теперь Что можно ожидать Ростовщиков на Меграде Те, кто жил добродетельно Что бы хоть дети Ну и заварили И как, что в этом самом блоке Приветствую Продаешь или покупаешь Тебе привет от Моркварга Держи Но если кто-то спросит Я его не знаю И в глаза не видел Так, и что мы получили здесь? Хм Даю ответ Посмотрим И вырвана страница Два развал калака Неплохо Ну, конечно, такой Урон холд Сейчас вызвать заморозку Смотрите, насколько он вам нужен В принципе Отчасти в каких-то комбинациях Может быть и играбельный Но Как по мне Он очень слабенький Только на продажу Либо на выставлении В реликвии В дополнении Кровь и вино Ну, друзья На этом все Большое спасибо за просмотр Обязательно Подписывайтесь Комментируйте И ставьте лайки Если вам понравилось это видео На следующий ролик Будет уже совсем скоро Всем пока